Активный отдых, незабываемые эмоции и поддержка профессиональных инструкторов. В Сочи благодаря адаптивному туризму исполняются мечты людей с инвалидностью, которые хотели бы заняться рафтингом. Экстремальный спорт хорошо влияет на самочувствие и буквально окрыляет. Алена Евтикова пообщалась с теми, кто решился на заезд. Правил номер один. Инструктор всегда прав. Правил номер два. Если инструктор не прав, смотрим правил номер один. Шутки шутками, но инструктаж обязателен. Надо и шлем подобрать по размеру, и желательно, чтобы в цвет спасательного жилета. Это уже дамы кокетничают. Сначала тренировка на берегу. Вы берете и вдоль лодки, вот впереди сидящий, до себя. За себя не нужно, потому что там за вами кто-то сидит. У юной Авроры день рождения, 6 лет. Сплав по горной реке – подарок и для ее родителей. Мама Елена совсем не слышит, а папа Андрей только со слуховым аппаратом. Семья спортивная, предпочитают активный отдых. У меня там опыт день на кодмаране, на каяйке катался. А вот на этом большом рафе, как будто она вернула в детство. Организаторы таких сплавов постарались предусмотреть варианты для людей разного возраста и с разными диагнозами. Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в рафте установлено вот такое специальное кресло. Это экспериментальная разработка. Оно должно позволить пассажиру сплавляться комфортно, а главное – безопасно. Безопасность здесь, безусловно, на первом месте сплав особенных пассажиров только под руководством профессиональных инструкторов. Для подстраховки еще и волонтеры. При этом красоты горных ущельей, мощь реки Мзымта даже с небольшими перекатами вызывают эмоции, легко читаемые на лицах. Саша у него аутизм еще до старта переживал. А теперь мальчишка активно влился в процесс, взялся за весло и с азартом помогает старшим товарищам преодолевать водные препятствия. Такой социальный проект развития адаптивного туризма на курорте когда-то тоже вырос из личной истории. У дочери инструктора Андрея ДЦП пару лет назад решил взять с собой Танюшку в плаванье и заметил, как замкнутый ребенок буквально менялся на глазах. Пускай у нас ограничение какое-то есть, но для нас это не важно, потому что они это могут, потому что мы рядом. Такой вид активного отдыха – это еще и особый способ социальной адаптации. Почувствовать себя единой командой, управляя рафтом, устроить морской бой прямо посреди реки или вот так – окунуться в ее прохладу, спасаясь от жары. Сергей в Сочи знают многие спортсмен, принимает активное участие в жизни города. Его недуг сразу и не определишь. Выдают вот эти белые пузырьки с лекарством, которые всегда должны быть при нем. Последствия редкой болезни – синдрома Лайла, аллергического дерматита. Мужчина уже во взрослом возрасте потерял зрение, но не растерял жизнелюбие, которому позавидуют многие. Даже не раздумывал, принимать ли приглашение участвовать в сплаве этих красот и кавказских гор он, конечно, воспринимает иначе остальных. На уровне чувств. Полный кайф, адреналин. На слух слышишь пороги намного дальше, чем они находятся от тебя. Освоить рафтинг людям с ограниченными возможностями и их сопровождающим ничего не стоит. Причем буквально. Особые сплавы, конечно, требуют и особой тщательной подготовки от организаторов. Поэтому проводят их пока раз в неделю. Алена Евтикова, Валерий Ребжанов, Христина Иванова и Дмитрий Баранов. Первый канал. Сочи.